Новосибирские новости Новосибирские новости Новосибирские новости Горожане по телевизору смотрят, а камеры позволяют лучше оценить четкость строевого шага, даже в лицо солдату заглянуть 75 боевых машин по числу лет с того победного парада 1945 года Артиллерия, противовоздушная оборона, стратегические тополя Техника, которой вооружены части в нескольких ближайших новосибирских регионах страны Впервые на площади Ленина танки Т-72Б3 Машина довольно старая, но хорошо себя зарекомендовала, к тому же глубоко модернизированная с новой системой управления огнем В каждом по 46 тонн чувствуется, как земля дрожит Возглавляет группу командир полка полковник Сергей Барыгин, военный летчик первого класса, участник боевых действий За парадом наблюдают волонтеры и юнормейцы Этот студенческий отряд помогал пожилым жителям Новосибирска В начале режима самоизоляции приносили пенсионерам продукты и лекарства на дом Я сама участвовала в параде дважды, только не в Новосибирске, а в Чите И по сравнению с Читой, наверное, так же То есть очень молодцы войска шли ровными шилетками То есть видно, что тренировались долго и упорно Так же техника, просто вау Техника на земле и в небе, зрители у экранов Парад смотрят больше полумиллиона человек В 41-м году, 7 ноября, на Красной площади никаких зрителей не было Были только участники парад И коммуникаций таких не было Которые сегодня, современные технологии, предоставляют возможность Об этом параде знали, вся страна знала И враги знали, весь мир знал об этом параде Вот и за нашим парадом, я уверен, сегодня следят очень внимательно не только друзья Тот парад, когда немцы стояли в 30 километрах от Москвы Показал, что Красная Армия выстояла и сражается 24 июня 2020-го военные продемонстрировали Броня по-прежнему крепка Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости Памятник Героя Советского Союза Дмитрию Бакурову установили на Зельсовском кладбище На открытии присутствовала вдова фронтовика Дмитрия Бакурова призвали в армию В июле 1941 года он попал в артиллерийское училище в Томск После его окончания был отправлен на Брянский фронт Участвовал в Курской битве Особо отличился в битве за Днепр С бойцами переплыл реку Десну На виду у противника организовал наблюдательный пункт И умело корректировал артиллерийский огонь Войну закончил под Прагой Дмитрий Бакуров участвовал в первом параде победы 24 июня 1945 года Это был добрый, хороший, порядочный, честный человек Проживший прекрасную жизнь Он вообще очень был предан своему делу, своему государству Большой патриот Голосование по поправкам в Конституцию Стартовало, чтобы обезопасить участников Представители избирательных комиссий Предварительно сдавали анализы на коронавирус Меры санитарной безопасности усилены Вероника Иванова отправилась на избирательный участок Чтобы пройти всю процедуру голосования Сегодня стартовало голосование по поправкам в Конституцию Ждать 1 июля необязательно Можно, начиная с сегодняшнего дня, обозначить свою гражданскую позицию Сделали такую неделю для голосования специально, чтобы на избирательных участках Не собиралось большое количество людей одновременно Работают они, как обычно, с 8 до 8 по местному времени На входе на участок соблюдаются все санитарные нормы Не измеряют температуру Обработка рук санитарная Если бы у меня не было масочки, мне бы ее предоставили Но вот перчаток как раз нет Участников голосования пока не так много Но социальную дистанцию никто не отменял Напоминание об этом можно увидеть прямо на полу избирательного участка Чтобы проголосовать, нужно получить бюллетень Для этого член избирательной комиссии должен удостовериться, что я это я Мне необходим паспорт Меня просят опустить маску, чтобы можно было свериться с фотографией Так, и место регистрации я демонстрирую Чтобы член избирательной комиссии мог найти меня в списке Вот так выглядит бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию Поправок много для ознакомления информационной стенды Еле она пришла на участок почти к открытию Жизненная позиция у меня такая, что нужно обязательно принимать участие в голосовании С поправками я так вкратце ознакомилась Но больше, наверное, меня тешит поправка про волонтерство Мне очень понравилось, потому что жизнь была связана с такой деятельностью Беру ручку иду в кабинку для голосования Здесь, кстати, нет шторки привычной Это сделано для того, чтобы снизить число поверхностей И чтобы циркулировал воздух Ручки выдают каждому, чтобы минимизировать число контактов И кабинки регулярно протирают антибактериальными салфетками Собственно, я проголосовала, отправляюсь в Курне Потоки входящих и выходящих проголосовавших участников разделены Поэтому мы заходили там, но выходить будем с другой стороны Голосовать можно и не на участке 1 июля к тем, кто подал соответствующее заявление Придут представители избирательной комиссии Наблюдатели тоже могут пойти по желанию с ними, член полиции У нас все для этого предусмотрено У нас специальный стол уже оборудован Переносной ящик для голосования Халат, бахилы 1 июля до 17.00 мы принимаем обращение Участников голосования вне помещения Если заявок много в одном или соседних домах Пункты для голосования организуют прямо во дворе Вероника Иванова, Евгений Макаров Новосибирские новости Конституция Это мы Только вместе Только всей страной 1 июля 2020 года Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации Количество заболевших COVID-19 в Новосибирской области приблизилось к 5,5 тысячам За сутки в регионе выявили 102 новых случая заражения Скончались еще 4 пациента Мужчинам было 58 лет и 82 года Женщинам 58 и 84 Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека Выздоровели чуть более 3 тысяч Под медицинским наблюдением остаются почти тысяча жителей региона В России суточный прирост заболевших COVID-19 менее 7200 Между тем в Новосибирской области стартовало исследование Наличие иммунитета коронавирусу Жители приглашают поучаствовать Желающим нужно заполнить анкету Отберут почти 2700 человек в нескольких возрастных группах У добровольцев возьмут образец крови и оценят наличие антител Результаты помогут в профилактике распространения COVID-19 Тысячи выпускников в этом году отказались сдавать ЕГЭ Они изобрали аттестаты из учебных заведений И воспользовались возможностью поступления в колледж без экзаменов Остальные 7 тысяч выпускников этого года готовятся к экзаменам Первый пройдет 3 июля Готовность школ к единому государственному экзамену Сегодня проверил Анатолий Локоть Как будет организована аттестация Расскажет Анна Буянова Без соблюдения норм безопасности в гимназию номер один Не пускают даже мэра На входе проверка температуры и дезинфекция рук Та же процедура ждет и выпускников Которые будут писать ЕГЭ С повышенной температурой на экзамен могут не пустить Приходить на экзамен по словам организаторов выпускника можно без маски Наличие средств индивидуальной защиты Обязательное требование только для организаторов и работников пункта проведения экзаменов Детей и так волнение, да, очевидно И 3, например, часа 55 минут может длиться экзамен, самый длинный Представляете, что он будет сидеть все это время в маске, да Когда и так волнение, и так сложно Кроме того, например, дети с ОВЗ, они вообще пишут 3 часа 55 плюс полтора часа А теперь представьте, ребенок с ОВЗ, допустим, с астмой сидит в маске, да То есть, понятно, это вообще нереально После беседы с медработником проверка документов и можно занимать место в аудитории За каждым выпускником закрепят организатора, он проводит до дверей кабинета По пути стандартная проверка металлоискателем В аудитории выпускников рассадят через одного Сейчас самое важное, чтобы выпускники, в первую очередь, не пострадали от этого И смогли реализовать свое право поступления в высшее учебное заведение Для безопасности во время экзамена в каждой аудитории будет работать обеззараживающий рециркулятор воздуха Тем, кто все же захочет писать работу в индивидуальных средствах защиты, организаторы выдадут маски и перчатки Стоит только попросить Анна Буянова и Олег Королевец Новосибирские новости Тем временем приемная кампания вуза уже началась Бюджетных мест в этом году станет больше почти на полторы тысячи Основные направления, которых коснулось увеличение технические, педагогические и медицинские специальности Подать документы абитуриенты могут лично или дистанционно Первый это электронно То есть каждый вуз создает или имеет свою информационную систему И через нее можно подать пакет документов для того, чтобы поступить в вуз 53 вуза, которые у нас участвовали в эксперименте Могут подавать через систему поступления в вуз онлайн У нас в Новосибирской области это один вуз Новосибирский государственный технический университет Ну и наконец третий способ, он тоже традиционный По большому счету это через почту Подать документы в этом году, как и в прошлый Можно в пять вузов по трем направлениям Их будут принимать до 18 августа После начнется зачисление И к первому сентября все вузы должны сформировать списки поступивших После того, как абитуриент пройдет конкурсный отбор Ему надо будет написать заявление Главное следить за результатами на сайте Пакет документов в вуз можно будет принести в течение года На каждом этапе зачисления Вы на сайте увидите свою позицию в том или ином направлении подготовки Вы должны принять решение и заявить о своем Что я буду участвовать в этом конкурсе Это принципиально важно Вторая ситуация, когда первый этап прошел Вы еще раз посмотрите, где будете участвовать во втором этапе И выразите свое желание в электронном виде Это принципиально важно Потому что если вы никак не проявите своего желания Ну вы можете никуда не попасть Новосибирские новости в Ютьюбе найти просто Ежедневно по будням свежий выпуск Подписывайтесь на канал Жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео Все материалы новосибирских новостей в лучшем качестве Full HD Новосибирские новости в Ютьюбе Удобно смотреть Сотрудники Института цитологии и генетики изучают процесс восстановления нервных клеток Помогают в этом дикие и одомашненные лисы Ученые уже поняли, как в процессе доместикации Животные перестают быть агрессивными Теперь время подробнее узнать, что делает их дружелюбными по отношению к человеку Эксперименты проведут в новых вольерах Зачем лисам комфортные условия, расскажет Анна Братушкина То, что нервные клетки не восстанавливаются – миф Восстанавливаются и вполне успешно Процесс называется нейрогенез Его изучают на диких и одомашненных лисах Раньше ученые смотрели на то, что помогает зверькам в процессе доместикации становиться менее агрессивными Сейчас эта линия лис агрессию к человеку не проявляет А значит, время для новых исследований Нам нужно теперь понять, а что же, собственно, дальше Какая дальше система может изменяться так, что уже не снижается агрессия, а повышается дружелюбное поведение Биологи планируют изучать системы, связанные с витамином А и гормоном любви окситоцином Их высокая концентрация как раз помогает дружелюбию Новые эксперименты и проводить будут в новых условиях, точнее, в вольерах Сейчас лисы живут в небольших клетках По закону, более комфортные условия им не нужны Но ученым важно, чтобы зверькам жилось как можно лучше Нам нужно, чтобы у лис было хорошее психоэмоциональное состояние, хорошее физическое состояние И для этого необходимо обеспечить лисе возможность функционировать внутри вольера так, как положено природой То есть бегать, прыгать, копать, играть Для всех обитателей фермы нужно 2000 таких клеток Проект одобрили даже на федеральном уровне Но денег на реализацию пока не дали Дизайн вольера в биологе разрабатывали сами Здесь есть полочки, чтобы лисы могли лазить Домики, чтобы прятаться И песочница, чтобы копать В таких вольерах будут жить лисы для исследований А вот тех, что продают в добрые руки, помещают в другие условия Этому малышу примерно два месяца Он родился весной Его содержат не в клетке, а вот в таком большом вольере Он учится жить с человеком В будущем его отдадут любящим хозяевам Собаку хозяева из него не получат Лисы – одиночные животные И выжаков у них нет Однако из этих зверей получаются отличные компаньоны и друзья А некоторые, самые покладистые, даже могут приносить тапочки Анна Протушкина и Даниил Смирнов Новосибирские новости Еще больше новостей Каждые полчаса на радио «Городская волна» Частота 101,4 FM А на сайте nsknews.info читайте о том, как вести себя во время грозы На этом все, до завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова